Привет! Сегодня я расскажу и покажу, как 2,5 человека сделали целую игру за неделю. Поехали! Для начала коротенькая предыстория. На сайте DTF вот-вот уже готовился Game Jam. Что это такое? Ну, знаете спидраны, где игроки на скорость проходят игры. Здесь то же самое, только разработчики делают игры на какую-то определенную тему. На скорость. Ну вот я увидел и такой, а почему бы и не попробовать? Написал товарищу с предложением поучаствовать и он согласился. Вот так просто. А то мы, блин, с огромной командой за полгода ничего сделать не смогли, а тут на тебе и сразу же за неделю выпустили почти готовый продукт. Хотя это уже спойлеры, давайте побольше об этом. Ну тогда сразу скажу, что в описании есть ссылка на игру, ее уже можно скачать и попробовать. Так вот, в полночь субботы объявили тему. Изоляция. На целую игру неделя. Мы сели прямо с утра и начали думать над темой игры. У меня изначально была такая. Мы, значит, соиграем за ковид-диссидента, и наша задача сбежать из самоизоляции и сломать все вышки 5G, чтобы спасти мир. Параллельно нужно скрываться от камер и полицейских, а также искать антисептики и маски, чтобы не умереть. Здрасте, я умею в банальные сюжеты. Женя, парень, с которым мы решили сделать игру, сказал, что идея говно и давай думать над новой. Мысль о вышке меня никак не отпускала, и в итоге мы пришли к следующему. Главный герой — ученый, который находится на острове где-то в арктических широтах. Его смена подошла к концу, и вот-вот корабль уже должен прийти и забрать его и других исследователей с острова. Только вот ведь не задача. Приходит он в порт, наш герой, а там ни корабля, ни других коллег. Он делает вывод, что корабль уже ушел, и нужно подать сигнал, что он все еще здесь. Для этого ему нужно будет добраться до вышки где-то в центре острова и запитать ее. Именно этим он и будет заниматься. Но то, что он изолирован от общества, это еще не самая главная проблема. Его главная ключевая проблема — это холод. Мы захотели сделать игру так, чтобы она строилась вокруг самого большого и самого важного испытания — не замерзнуть насмерть. За основу мы решили взять 2D с видом сверху и пиксельной графикой. Да, наша игра не имеет ничего общего ни с 3D, ни с блендером, но если вы хотите научиться разбираться в визуальных трендах, использовать CGI-графику и работать с 3D, то я знаю, кто может этому вас научить. Это университет Skillbox. У них есть курс «Художник компьютерной графики», в котором вы с нуля научитесь создавать смелые креативные концепции и компьютерную графику для игр, кино и рекламы. Изучите рекламную графику, создание скетчей и визуализации в 3D, а также технику мат и пейнтинг. К вашим услугам 4 курса с разным уровнем сложности, 42 тематических модуля и 189 онлайн-уроков. Минимум теории и максимум практики. А научат вас практикующие преподаватели из Creative People, Moonlight Studios и других крупных студий. По окончании курса вы подготовите проект для реального заказчика и создадите крутое портфолио, которое будет состоять из 8 ваших работ. Программа рассчитана на 12 месяцев, и сейчас она доступна со скидкой 40%, причем траты за первые полгода берет на себя Skillbox, а вы начинаете платить только с 7 месяца. Но и это не все. Бонусом ребята дарят 2 месяца английского в онлайн-школе EnglishDom. И не стоит забывать о том, что они будут активно помогать с трудоустройством по окончании курса. Подробная программа курса и регистрация на него по ссылке в описании. Так вот, мы решили не усложнять игру и сделать все максимально просто. 2D и пиксели. Почему? Да потому что так проще. Работа с 3D добавляет огромное количество сложностей, которые на подобных геймджемах ну просто ни к чему. У Жени не было никакого опыта в пиксельной графике, у меня не было никакого опыта в самостоятельной разработке игр. Так и началась разработка двух инвалидов. Все воскресенье я потратил на так называемый левел-дизайн. Сначала я набросал карту. Для этого использовал инновационный инструмент – Paint. Оказалось, чтобы более-менее связать свои мысли, этого достаточно. В итоге я нарисовал, так сказать, 9 локаций и все переходы между ними. По моей идее, карта должна закольцовываться, и в каждую из локаций можно попасть разными способами. После этого я начал делать наброски уровней уже в игровом движке. Игру решили делать на Гадо. Все спрашивают, почему именно он. Я уже, конечно, задолбался отвечать, но... Это бесплатный опенсорс, как и Блендер. Он весит очень мало и запускает с секунды, как и Блендер. Он хорош для 2D. И на нем приятно кодить. Редактор встроен в движок, а их язык программирования – это смесь Пайтона и Джаваскрипта. Кстати, хочу начать делать видосы по Гадо. Если вам нравится эта идея, поддержите ее лайком и добрым словом в комментариях. Так вот, дальше я взял тайлы из одного обучающего курса на Юдоме и начал из них делать блокаут уровней. И, будучи хорошим кодером, сразу скопировал код перемещения оттуда же. Параллельно с прорисовкой локации я дополнял карту предметами. Показывал, где их можно взять и где использовать. Также для меня важно было то, чтобы можно было выиграть, не собирая их все. Если игрок их найдет, ему будет легче проходить игру. Если нет, то будет посложнее, но не непроходимо. Найдя фонарь, гораздо проще проходить темную пещеру. А с зажигалкой игроку будет проще найти место, где можно согреться. Вечером мы создали трейла, где я написал приблизительный список тайлов, которые нужно отрисовать. Также в этот день я решил закодить смену локаций. Для меня было важно, чтобы игрок спавнился в разных точках в зависимости от того, откуда он вошел. На эту задачу я потратил очень много часов. Гораздо больше, чем она вообще того стоила. Но для меня это было критично, ведь таким образом игра кажется больше, а ее локации менее пустыми. Оставил эту задачу на третий день. Короче, оказалось, что вместо того, чтобы менять сцену, просто ее переключая, нужно было создать копии сцены внутри родительской, и при смене локации удалять старую и добавлять поверх новую. Потом остается только переместить персонажа. Звучит просто, но это стоило мне 6 часов жизни. Весь этот день я делал переходы между локациями, а затем начал делать инвентарь. Сначала хотел по уроку, но потом понял, что система там получится гораздо сложнее, чем нам нужно. Поэтому сделал все через одно место, но зато сам. В этот день я доделал систему предметов и инвентаря. Работает примитивно. Игрок входит в область, у него появляется иконка с клавишей, он ее нажимает, и предмет пропадает с уровня и появляется у игрока. Иконки предметов отображаются в интерфейсе. Бонусом еще сделал паузу на клавишу Escape. Там вообще все просто, и по сути делается и настраивается парой кликов и парой строчек кода. И формально в этот день уже можно было выиграть игру. Собираешь три батареи, попадаешь в последнюю локацию, нажимаешь кнопку, и игра выиграна. Постепенно начинает появляться графика. Уже есть первая версия персонажа, иконки инструментов и какие-никакие тайлы. Снег, камень, вода. Этот денек получился у нас очень продуктивным. Если игру можно выиграть, то, наверное, можно и проиграть. Настало время ключевой механики. Замерзание. Не поверите, но она тоже очень простая. У году есть нод. Называется Texture Progress. Представьте полоску загрузки. Она заполняется, и когда заполнится, что-то происходит. У нас работает точно так же, только вместо полоски человечек. Это просто две картинки. Пустой человечек и заполненный. И когда игрок находится в холодном месте, то человечек заполняется. Заполнился полностью. Поражение. По умолчанию персонаж мерзнет всегда, кроме двух случаев. Когда он в пещере и в помещении, и когда он у костра. То есть, в нашем случае, у бочки. Всё, что остаётся сделать, это отметить зоны, в которых наша текстура заполняется в другую сторону. Или, вернее, опустошается. С бочкой посложнее. Огонь в ней можно зажечь, только если есть зажигалка. Горит он небольшое время, а также добавляется пламя и звук. Но ничего сложного. По задумке, на нашем острове должно быть очень холодно. А лучше всего это подчёркивают метели и вьюги. Я настроил систему частиц, только вот частиц снега у нас ещё не было. А вот уточки были. Тысячи уточек пролетают перед экраном персонажа. Чудеса. А ещё появились деревья и прочие объекты, которыми можно заполнить мир. Этот день тоже был продуктивным. Во-первых, мы добавили свет вокруг бочки, пока костёр горит. Это важно, потому что потом нам пришлось добавлять свет вокруг персонажа и делать более тёмным весь остальной мир, что прибавило игре атмосферности. Также я сделал пещеру лабиринт. Сложности добавляет то, что пока мы там, мы видим очень мало. А если не найти фонарь, так вообще ничего. Здесь я просто наложил сплошной чёрный свет оверлеем и уменьшал, увеличивал радиус освещения в зависимости от наличия у игрока фонаря. Сложнее всего было с другой локацией, озером изо льда. Суть здесь в том, что на озере очень много тонкого льда и один неверный шаг может похоронить персонажа. Здесь пришлось скомбинировать множество мелочей, чтобы это работало. Треск льда, индикатор опасности, трещинги на льду и другие фишки. Задача — найти путь, где можно пройти и перейти на другую сторону озера. Для многих локация показалась слишком сложной и в дальнейшем, наверное, будем её перерабатывать. А реализована она так же просто, как и всё остальное. Коллайдеры, плееры для звука, спавн спрайтов. Начали появляться первые диалоги и диалоговые окна. Наконец-то вместо уток стали летать снежинки, переходы сопроводились с затемнением экрана. И это ещё не всё. Уже ночью мы внедрили офигенную систему музыки, написанную специально для игры. Её гениальность в том, что есть несколько музыкальных слоёв, которые вводятся в зависимости от того, насколько близок персонаж к смерти от переохлаждения. Постепенно музыка становится громче и тревожнее. Но если согреться, то она снова станет довольно безобидной. Я советую оценить вам её в игре. Это прям наша гордость. А ещё появился мост, который можно отремонтировать. Наконец-то. Как вы поняли, наша игра стала похожа на игру только за сутки до дедлайна. Это уже наша финишная прямая. В этот день я доработал ещё одну локацию. С медведями. Женя нарисовал их уже ближе к вечеру, поэтому пришлось собирать её наспех. Система там такая же, что и на уровне со льдом. Индикатор опасности, который увеличивается, когда подходишь близко к медведю. А медведи анимированы и ходят по локации. Суть в том, чтобы пробраться мимо них незамеченными. Проиграть в этот момент особенно обидно, потому что приходится начинать сначала. Систему сохранения мы сделать не успели. В последний день были сделаны все диалоги, таблички с попапами, всплывающими окнами, экраны победы и поражения. И только вечером этого дня в локациях появились дороги, деревья, камни и пни. И буквально за полчаса до дедлайна у нашего бедного исследователя появились анимации ходьбы. И за 15 минут до дедлайна мы выгрузили игру на всеобщее обозрение. Я очень сомневался, что мы сможем сделать хоть что-то вообще за неделю. Но мы сделали. Женя, который впервые рисовал в пикселях, запустил Аси Прайд и начал творить чудеса. Андрюха, у которого опыта пару месяцев и он делал музыку только для себя, сделал нам прекрасный саундтрек. И я, который собрал все это воедино, большую часть времени вообще не понимая, что я делаю и как это в итоге заработало. Кстати, я удивлен, но вырезать нам пришлось не так уж и много. Да, по итогу уменьшились некоторые локации, не удалось закольцевать карту, но я это сделаю легко в дальнейшем. И не все предметы игрок смог использовать. Ну и, конечно же, баги, немалую часть из которых мы поправили в первые же несколько дней. В целом, мне кажется, это довольно неплохой опыт. Игра готова, она проходится от начала и до конца. По крайней мере, вот это ее маленькая демо-часть. Я думаю, мы будем ее развивать и выпустим в Стиме. Если игра вам понравилась, поддержите это видео лайком и подпишитесь на группу ВКонтакте. О багах и предложениях можете писать в ней или на странице игры на DTF. Вот такой разбор у нас получился. Какая мораль? Ну давайте три пункта. Три. Пробуйте. Участвуйте в подобных конкурсах. Один или в команде это будет в любом случае весело и познавательно. Даже если вы ничего не выиграете, то вы получите опыт и отзывы. А это самое главное. Упрощайте. Не надо планировать нового Ведьмака или Варкрафт. Сделайте упор на ключевой механике или нескольких ключевых механиках и оттачивайте их вот до момента, когда в это интересно станет играть. У нас игра строится на механике замерзания, согревания и на нескольких мини-играх на локации. То есть что-то простое и реализуемое. Если вы рассчитали, что на создание игры нужна неделя, умножайте на 2. Вы сделаете ее за 2 недели. Если вы хотите сделать что-то за день, подкладывайте 2. Всегда будет что-то, что отнимет гораздо больше времени, чем ожидается. Гораздо больше. Надеюсь, вам понравилось видео. Спасибо, что поддерживаете канал своими просмотрами. А также спасибо всем тем, кто у нас сейчас на экране. Это наши спонсоры. Вы можете оформить спонсорскую подписку по ссылке в описании. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok